Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! И смерти ему не Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 30 марта. Святитель Сафроний, епископ Иркутский, сия Сибири Чудотворец, известный под фамилией Кристалевский, родился в Малороссии, в Черниговском полку в 1704 году. Отец его, Назарий Федоров, был посполитый человек, бельцем его Сафрония, звали Стефаном. В честь первомученика, архидиакона Стефана. У него было два брата и сестра Пелагея. Имя одного брата Павел, имя другого старшего неизвестно, но есть сведения, что он был впоследствии наместником Красногорского Золотонорского монастыря. Детские годы Стефана проходили в местечке Березань Переиславского уезда Полтавской губернии, где поселилась семья после увольнения отца со службы. С возрастом Стефан поступил в Киевскую духовную академию, где в то время обучались два других будущих святителя, и Осав, епископ Белгородский, и Павел, митрополит Тобольский. Получив духовное образование, Стефан поступил в Кроностногорский Преображенский монастырь, позднее переименован в Покровский, а с 1789 года преобразован в женский монастырь, где уже подвязался его старший брат. 23 апреля 1730 года он принял постриг с именем Сафроний в честь святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского. В ночь после пострижения в монашество Инак Сафроний услышал в Покровском храме глаз, когда будешь епископом, построй храм во имя всех святых, предуказавший его будущее служение. Через два года, в 1732 году, его вызвали в Киев, где в Софийском соборе Кира Танисали, Саннера Диакона, а потом иеромонаха. О последующем периоде жизни святителя Сафронии в его формуляре говорится следующее. После посвящения в онном золотоношном монастыре казначеем был два года, а потом взят по указу Переславской епархии преосвященного Арсения Берлова в дом его архиерейский, в котором был экономом восемь лет, по взятии в Александры Невский монастырь, от которого в оонные годы, в 1735 году послан был в Санкт-Петербург, за делами его архиерейскими, за которыми в ходатайстве пребыл два года. Эти данные достаточно конкретно свидетельствуют о связи святителя с родной ему Покровской обителью. Проходя послушание у правящего архиерея в Переславле, он часто уединялся в своем монастыре, проводя дни в безмолвном созерцании и труде, показывая примеры иноческого делания братьев. Во время пребывания иеромонаха Сафрония по архиерейским делам в Синоде на него обратили особое внимание. И когда возникла необходимость пополнить братство Александра Невского монастыря в Санкт-Петербурге, то в числе 29 иноков, вызванных из разных монастырей России, в январе 1742 года был вызванный будущий святитель. Год спустя его назначили казначеем монастыря, а в 1746 году он был утвержден в должности наместника обители, которого исполнял более семи лет. В помощь себе он вызвал своего земляка, уроженца города Прилуки, иеромонаха Синесия, и поставил его строителем Новосергиевой пустыни, приписанной к Александра Невскому монастырю. С этого времени дружба двух подвижников иеромонаха Сафрония и иеромонаха Синесия все более крепла в едином пастырском делании. Они уже были неразлучны вплоть до своей кончины на сибирской земле. В эти годы святитель Сафроний много трудов положил на благоустройство обители и по увышению преподавания в находившейся при нем семинарии. Совместно с архиепископом Феодосием он заботился о должном укомплектовании монастырской библиотеки. При нем была построена двухэтажная церковь, верхняя во имя святого Феодора Ярославича, старшего брата святого Александра Невского, а нижняя во имя святого Иоанна Златоуста. В 1747 году скончался иркутский епископ Иннокентий II Нерунович. Шесть лет самая большая по территории Иркутской епархии оставалась без духовного окормления. Наконец, императрица Елисавета Петровна в 1741-61 годы указом от 23 февраля 1753 года рекомендовала Святейшему Синоду благочестилого наместника Александра Невского монастыря Сафрония как лицо не только достойно епископского сана, но и вполне могуще оправдать желание и надежды государыни и Синода подъять бремя епископского служения на далекое окраине и удовлетворить нужды пасту в суровой стране среди дикой природы и произвола людского. 18 апреля 1753 года в неделю во Фоме в Большом Успенском соборе иеромонах Сафроний был посвящен воепископа Иркутского Нерфинского. Предвидя трудное служение в отдаленном сибирском крае, новопоставленный святитель не отправился сразу в Иркутскую епархию, но начал подбирать образованных и духовно-опытных сотрудников. В это время святитель Сафроний посетил свою первую красногорскую обитель. Был и у святынь Киева, где и спрашивал благословения на свое служение у киево-песерских угодников. Неизменным спутником святителя по-прежнему был иеромонах Сизесий, ревностно разделявший жизненные трудности своего друга. В Москве большие услуги святителю оказал архиепископ московский Исевский Платон, который участвовал в хератонии иеромонаха Сафрония. Он преподал ему отеческое наставление на предстоящий подвиг, так как был хорошо знаком с особенностями сибирского духовного быта, предупреждал о своей воле и местных властей и советовал подобрать надежных помощников. 20 марта 1754 года святитель прибыл в Иркутск. Вначале он заехал в Вознесенский монастырь, место жительства своих предшественников. Молился на могиле епископа Иннокентия Кульчицкого и спрашивая у него благословения на предстоящий подвиг. Ознакомившись с положением дел в епархии, святитель приступил к преобразованиям в духовной консистории, монастырях и приходах. Обратился в святейший Сино с просьбой прислать достойных людей для священнослужения в Иркутской епархии. Ко времени приезда святителя Сафронии иркутские обители уже имели почти столетнюю историю. Основатели этих монастырей были исполнены горячим желанием иноческого подвижнического жития. Проницательный святитель назначил настоятелями монастырей людей благочестивых, мудрых, деятельных, с большим жизненным и духовным опытом. В 1754 году при освященной Сафронии возвел своего друга из подвижника ермонаха Синесия в архимандритово-знесенского монастыря. Этот достопамятный настоятель послужил монастырю 33 года до своей блаженной кончины. В сентябре 1754 года святитель издал указ, в котором отмечалась озабоченность обучением и воспитанием детей духовенства. Указом духовенство вменялось в обязанность обучения своих детей часослову, псалтири, пении и букварю, причем учение должно было идти со всяким прилежанием и крайним рачением, дабы дети могли панамарскую и дедчковскую обязанность исполнять по достоинствам своим. Внимательно изучая людей и обстановку в проповедях и личных беседах, святитель неустанно побуждал всех к более высоким нравственным идеалам. Особое внимание он уделял благоговейному и правильному совершению богослужений и тайнств с священнослужителями, а также следил за нравственной чистотой мирян, заботился о положении женщин в семье, охранял их от несправедливого отношения к ним. Святитель старался повсеместно водворить уставное богослужение, для чего вызывал к себе священников, бьяконов, дедчков и панамарей, которые во время архиерейского богослужения участвовали в хоре и иподиаконствовали. Объезжая епархию, святитель заметил, что не везде уделяется должное внимание церковному благовестству и кождению, и потому указами он восстановил правильное кождение и благовество. Призваны на апостольское служение в этом крае, святитель Сафроний сознавал, что кроме просвещения верующих христиан, ему придется приводить к вере идолопоклонников, которых в Сибири было очень много. Приводить язычников к Христовой церкви было трудно, так как порой даже к храмам некому было служить, а заниматься миссионерской деятельностью и подавно. Зная, как архиерейское богослужение благотворно действует на инородцев, святитель не только сам служил благоговейно, но этого же требовало от всех клириков, святитель Сафроний заботился об устройстве быта малых народов и способствовал развитию местного населения оседлости и культуры, предлагал им для поселения монастырские земли и всячески старался изолировать от влияния язычества. К святителю постоянно приходили и приезжали из далеких мест за благословением многочисленные посетители. Но среди многих забот он не забывал о своей внутренней духовной жизни и вечности и вел подвижническую жизнь. Об этом сохранились свидетельства Келеника, святителя Сафрония, который сообщает, что святитель пищу употреблял самую простую и в малом количестве, служил весьма часто, большую часть ночи проводил в молитве, спал на полу, овечь или мех, олень или медвежья кожа и малая простая подушка. Вот и вся его постель для непродолжительного сна. Его подвижнический дух соответствовал в общем подъему христианского духа в России вследствие прославления святителей Дмитрия Ростовского, Феодосия Черниговского и особенно по обретению нетленных мощей его предшественника, святителя Иннокентия Иркутского. Это событие придало святителю Сафронию большие силы и вселило надежду на помощь святителя Иннокентия в его делание по устройству епархии. До конца своих дней святитель Сафроний сохранял любовь к Красногорской Золотоножской обители, которая взлелеяла его в дни юности. Он постоянно способствовал поддерживанию в ней благолепия, посылая для этого необходимые средства. Чувствуя ухудшение здоровья, святитель Сафроний подал прошение в Синод об увольнении его на покой. Но с ответом из Петербурга медлили, потому что было трудно сразу подобрать достойного преемника. Последние дни жизни святитель Сафроний проводил в молительном подвиге. Свет, который просветился в добрых делах святителя Сафрония, продолжает до ныне свидетельствовать о славе Отца Небесного, милость его укрепляющего святые Своя. И теперь не только в Сибири на месте последних подвигов святителя Сафрония, но и на месте его первых подвигов благоговейно хранится о нем святая память. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.